Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето. Бла-бла-фьюзинг Анна. Добро пожаловать на мой сегодняшний кето-обед. У меня сегодня экзотические для моего питания блюда, то есть нестандартные. Как минимум, одной из них точно не было ни разу за два с половиной года. А, собственно говоря, вообще это готовится вообще очень редко. Почему-то я долго-долго, годами... Я год вообще собиралась вот это вот приготовить сегодняшнее. А что сегодня конкретно? Сегодня конкретно это капустный салат, много зелени, чуть-чуть щавеля, пищевые дрожжи посчитанные и посчитана ложка горчичного сегодня масла. В общем, в принципе, как обычно. И вот такую штуку я сегодня еще приготовила. Ну, я вроде бы как пофоткала, как я это делала, но в самом деле рассказывать, показывать тут особо нечего. Это баклажан порезала колечками, сложила вот в эту формочку, которую я купила для, собственно, лазаньи. Ну, и можно ее применять, естественно, еще под все, что угодно. Баклажанчик, ну, формочку смазала маслицем, буквально 4 грамма там маслица. Сложила слоями баклажаны, прям сырые, не жареные грибы в общей сложности здесь 100 грамм грибов уже приготовленных. Между ними, между всеми слоями и сверху идет тертая брынза, не на мелкой терочке. Ее получается много-много, здесь все 50 грамм всего вместе на все, на все про все, аж на три слоя баклажан. Перть, ой, нет, не перчик, чесночок сушеный обязательно. Ну, вот, короче, слоями, сколько вам, как говорится, заблагорассудится этих слоев. Сверху еще сыром тертым посыпать. Если вы недавно на кето, конечно же, для вас тертый сыр только твердых сортов, а-ля пармезан, прям твердых-твердых, хороших сортов. И, в принципе, можно подобное приготовить. Баклажаны, если вы, допустим, сделаете в один слой 50 грамм, то вполне себе могут списаться, как говорится, в строгая кето. Вот, вот, короче, еще не пробовала, ну, подозреваю, что все будет замечательно, прекрасно, и все это прекрасно съестся. И вот это вот самое блюдо, которое я целый год, вот, клянусь вам, целый год собиралась делать. Это голубцы, что может быть, как говорится, банальней. Естественно, в кето варианте, то есть там фактически чисто фарш. Фарш свиной, конечно же, вкусный, жирненький. 150 грамм фарша этого самого, только со специями, солью, завернуть в листик, как положено, все это, как обычно это и делается, в листик капустки. Только я это не делала в соусе, я это в духовочке с небольшим количеством воды, то есть фактически оно такое жареное-тушеное. Вернее, голубцы жареные, тушеные. И все, и вот все, короче, готовила я их аж еще, наверное, даже позавчера. И вот только сегодня до них дошел ход, и я вчера собиралась их съесть на ужин, но получилось так, что мне пришлось вчера питаться, опять же, на ужин сухим пайком. Еще здесь, ой, прошу прощения, грамм 30 копченого сала, и на десерт, опять же, 30 грамм арахиса. Вот такой сегодня получился, у меня прямо обед, два блюда, фактически можно даже сказать, жутко сложных, то есть пришлось чего-то там еще складывать, запекать. А, я не сказала, и в микроволновочку вот это все засовывается, в буквальном смысле, на максимум у меня температуры, не знаю какой, но, в общем, короче, ровно 7 минут. Я вижу, что баклажаны прекрасно поджарились, и чувствую, что все это будет вкусно и замечательно. Вот такой сегодня получился кета-обед. Все как положено на 1000 с чем-то килокалорий, максимум 1100. Это один из двух приемов пищи, потому что ем я ровно два раза в день. И приятного аппетита желаю всем, кто может быть им кушать вместе со мной, кто будет кушать, и вообще, кто... Ну, вообще, короче, всем приятного аппетита! Огромное спасибо за лайки, комментарии, вопросы, предложения, за заход на мой телеграм-канал одноименный, на мой новый ютуб-канал, который занимается мистикой и магией, и в буквальном смысле уже почти записала я новое видео на новый канал, поэтому скоро уже будет, опять же, премьера. Всем привет! Пока-пока! Подписывайтесь, ставьте лайки! До встречи на моих каналах!